Всех приветствую! Сегодня у нас видео о том, какими вещами можно заняться в Майнкрафте. И у меня 23 письки, то есть, нет, на самом-то деле, у меня 23 пункта в моём списке из тех вещей, которыми вы можете заняться в Майнкрафте. Если чем-то вы ещё не занимались, то займитесь этим. Вот, в общем-то, ну и как вы видите, первый пункт у нас очевидный, как и второй. Первый пункт это майнить и накапливать богатство, или же, как это называют, хомячить. В общем-то, собирайте всякую фигню и, в общем-то, рассовывайте это всё по сундукам, а потом приходят криферы и грабят тебя. Ну, или если вы играете в одиночки, то вы, в общем-то, приходят криперы и взрывают ваши склады, или же, не знаю, в общем. В принципе, может просто всё у вас остаться, и тогда вы будете довольны, но вам будет скучно. Можете перекладывать и сортировать потом весь этот аут. Значит, второй. Знаете, в Майнкрафте есть две ноги, две, так скажем, два столпа, на которых зиждется и стоит Майнкрафт. Это Майн и Крафт. Вот это Майн, а вот это Крафт. В общем-то, второе. Крафтить и автоматизировать процессы. Да, я это объединил, потому что это нечто похожее. То есть, мы крафтим для того, чтобы... для чего? Для того, чтобы увеличивать эффективность добычи, например, ресурсов. Или эффективность хранения ресурсов. Или же эффективность осуществления каких-то дел и так далее. И поэтому я все это объединил. То есть, как просто крафт, так и создание всяких механизмов, которые улучшают нашу жизнь. То есть, которые автоматизируют добычу определенных ресурсов, которые автоматизируют сортировку, печки, переплавку и так далее, обработку всякую. Все это сюда. Значит, третье. Путешествия и исследования мира. То есть, найти какого-нибудь торговца, поторговать с ним. Пойти найти каких-нибудь этих волков. Пойти найти какой-нибудь редкий белом. Пойти выкопать клад. Найти затопленный корабль. Найти крепость. В общем-то, много таких занятий есть. И чем больше Майнкрафт апгрейдится, тем больше он именно уделяет внимание именно этому аспекту игры. Поэтому, несомненно, третий пункт. Это вот после Майна и Крафта. Это то, чем вы можете заняться. Ну и давайте приступим к писькам. В общем-то, делать пиксель-арт, конечно же. Вы можете в Майнкрафте. Разный, красивый. Иногда опасный. Если из ТНТ построите. И так далее. Пятое, что вы можете делать в Майнкрафте. Это строить красивые здания. Ну, чем вам не красота? Ну, в общем-то, да. Кроме того, они еще и могут быть эпичными. Просто я не мог ничего больше придумать. Дальше. Шестое, чем вы можете заняться в Майнкрафте. Это строить редстоун-механизмы. Конечно же. Да. Механизмы просто великолепны в Майнкрафте. Но я думаю, вы и так это знали. Значит, седьмое, чем вы можете заняться в Майнкрафте. Это строить музыкальные машины. Но вряд ли вы услышите их. Хотя, возможно, услышите. В общем-то, если хорошенько выучить, как это делается потом, если потратить кучу времени, и если у вас есть музыкальный слух, то лучше, короче, пойдите, скачайте FL Studio и не парьтесь с Майнкрафтом. Но, тем не менее, такая возможность есть. Париться с Майнкрафтом. Восьмое, чем можно заняться в Майнкрафте, это ностальгировать. Ведь Майнкрафт одна из немногих игр, где трава раньше и правда была зеленее. А также зомби дропали перья. Был очень смешной звук, когда ты падаешь. И, в общем-то, я уже забыл, что там еще было. Да, еще стейки не стакались. То есть мясо. Значит, девятое. Играть в мини-игры. Но это уже пошли вещи, которые из, скажем так, мультиплеера. Ну, и мини-игр много очень разных. Фактически, любая вещь, которая появляется в других играх или же вообще любой хайп, он превращается в какую-нибудь мини-игру в Майнкрафте. И потом ты, в общем-то, в нее играешь. Тут объяснить, я думаю, не надо. Десятое. Проходить головоломки и паркуры. Или просто карты на прохождение всякие. Одиночные. Ну, или, собственно, не обязательно одиночные. Просто в одиночку их проходить, чтобы можно было. В мини-игру ты в одиночку, насколько я помню, не поиграешь. Хотя, мало ли что бывает. Но, в общем-то, любые штуки для прохождения одним игроком это вот сюда. Значит, дальше. Выживать на хардкоре. Ну, и да. Здесь опять деспаунились, короче. Ну, в общем, здесь должны были быть криперы, поэтому запейте. Остался только один крипер. Значит, куча, куча, куча всякого. Двенадцатое. Проходить челленджи и испытания. Сломай бедрок челлендж. Или тебе слабо. Такое тоже бывает. Значит, тринадцатое, чем вы можете заняться в Майнкрафте, это хвастаться перед другими. Самый дорогой монумент на сервере. Любуйтесь. Четырнадцатое, чем вы можете заняться, это сломать систему в Майнкрафте. Ну, кто знает, как можно сломать систему при помощи осла и эндпортала. По крайней мере, можно было в некоторых недавних версиях Майнкрафта. Пишите под видео. Ну, на самом-то деле, у меня есть видео об этом. Если что. Если кто-то не знает. Значит, пятнадцатое. Общаться и заводить друзей, ничем не рискуя. Ну, тут, конечно, таких друзей вы тоже можете завести. Однако, можно завести и настоящих. Что за бред? Вообще, все ломается, короче. Ну, в общем-то, прикол заключается в том, что, в отличие от реальной жизни, вам не набьют рожу, даже если захотят. И максимум, что вам грозит, за то, что вы кому-то не понравитесь. Это бан какой-нибудь. Поэтому друзей в Майнкрафте заводить легко. Также, в принципе, общий круг интереса у вас присутствует по умолчанию, раз вы оба играете в Майнкрафт. То есть, проблемы, о чем поговорить, чтобы найти себе друга, тоже не будет. И так далее. Так что, ну, это не только Майнкрафта касается, однако, Майнкрафт это одна из игр, в которых легче всего что-то подобное провести. однако, у меня такого не бывает обычно. участвовать в ПВП, 16 пункт. Ну, тут просто иллюстрация. Значит, 17 пункт, такой себе не очень хороший пункт, но, тем не менее, должен быть он здесь. Это гриферить. Можно гриферить, гриферить, гриферить. чё, не активируется? Ну, блин, а как? Блин. Ладно, сейчас исправим. Я всё позабывал. Блин. М всё равно не работает. Да ну и нафиг. Просто там, короче, какая-то фигня, смотрите. я хочу забрать элитры. Ну, блин, ну, какой выпуск чего-либо по Майнкрафту без безрывов? Это просто нереально. Блин, я забыл положить сюда лут. Ну, ладно, элитры-то были и всё. Спасибо на это. Значит, дальше, блин, и здесь всё сломалось. восемнадцатое, чем вы можете заняться в Майнкрафте, это коллекционировать редкие предметы и мобов. Да, то есть, какие-то предметы, которые трудно достать, это вот один из моих любимейших пунктов, потому что я люблю коллекционировать всё. Также есть мод, например, на который у меня обзоры Quivalent, нет, Project E, в общем-то. Он помогает в этом, то есть, он даёт смысл коллекционировать предметы, потому что получил предмет один раз, ты потом можешь делать этих предметов сколько угодно. То есть, ну и то же самое с мобами, хотя нет, с мобами немножко по-другому, но тем не менее, приятно, то есть, какие-то редкие вещи находить, потом складывать их куда-нибудь на витрину, в рамочку, ещё куда-нибудь. Дальше, девятнадцатый пункт, заниматься кодингом при помощи датапаков, модов, команды, командблоков. Ну, короче, делать моды, делать датапаки, короче, делать команды для Майнкрафта, и машины на командных блоках, которые тоже работают как датапаки, например. Ну, в общем-то, да, пример. Значит, двадцать первое, чем вы можете заняться в Майнкрафте, это наводить красоту. Да. Если вы перфекционист, то вам вот всегда хочется что-то сделать идеальное. Я вот вижу здесь идеал просто. Идеал. Шедевр современного искусства. Значит, двадцать второе, играть с модами. Собственно, просто установить чужие моды, они делают свои и играть с ними. На самом-то деле, этот пункт должен был быть до того, как создать собственные моды. Но, я немножко попутал, и потом лень было менять. В общем-то, да, например, крафт из вот такого рецепта алмазных блоков. Как вам такой мод сделать? В принципе, я такой когда-то скачивал. И последнее, что вы можете сделать, это пройти игру. И получить вот такое вот замечательное яичко в награду. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите, что вы об этом думаете, о моем видео. Всем пока-пока.